Когда Кори Хэнкок решил спасти этого медведя, он рисковал быть убитым медведицей или загреметь в тюрьму. Но он не думал о последствиях и сделал это, так как состояние этого мешутки было просто ужасным. Когда я подхватил детеныша и побежал, это было ужасно рискованно, пишет Кори на своей странице в фейсбуке, по сути я рисковал своей жизнью, чтобы помочь малышу. Кори увидел, как на тропинке в одиночестве погибает медвежонок, когда катался в горах в штате Орегона. Он лежал на спине в двух шагах от тропинки, вспоминает Кори, казалось он был мертв, его губы были синие, глаза открыты, но туманы, дождь падал на его живот, но я увидел легкое дыхание. 41-летний фотограф Кори полагал, что неподалеку бродит мама медведица и стал наблюдать из-за дерева, жив малыш или уже нет. Шли минуты, и дождь заливал его тело, пишет Кори, пару раз он дернул лапами, и это было единственным доказательством, что животное еще живо, но я знал, что долго в этих условиях оно не протянет. Кори объясняет, что много времени проводил на дикой природе и он в курсе, что в ее законы вмешиваться нельзя. Но это была нетипичная ситуация, медвежонок был настолько изможденным, что не было сомнения, что он провел без еды ни один день. Благодаря своим познаниям в животном мире, Кори вспомнил, что бурые медведи чуют запах человека за 500 ярдов. Это означало только одно, мама медведица точно знает, что Кори здесь. Выбора не было, чтобы оставить это существо погибать в лесу, и парень решился. Я подумал о своем сынишке. А этот мишка был так похож на младенца, неужели мне нужно было остаться стоять, наблюдая, как животное погибает под струями дождя, нет, я должен был что-то сделать. Он решил что-то предпринять. Кинувшись к малышу, он закутал в его свою куртку, и что есть мочь и побежал к машине, которая находилась на расстоянии мили от этого места. Все время он чувствовал приближение матери, и оттого бежал еще быстрее. Он даже сделал ему искусственное дыхание и сразу же уехал из гор. Как только появилась мобильная связь, он тут же кинул запрос друзьям, чтобы они помогли найти поблизости ветеринарную службу. Когда наконец он нашел ветвечебницу, он доставил туда мешутку, которого назвали Илкхорн в честь того места, где он был спасен добрым парнем. В ветеринарной клинике малыша удалось реанимировать, и на следующий же день он пошел на поправку. Представитель фонда дикой природы сообщает изданию, что людям не стоит полагать, что маленький детеныш остался сиротой, если они не увидели умирающую мать в дикой природе детенышам, иногда свойственно оставаться в одиночестве. Кори мог быть оштрафован на 6 тысяч долларов или даже заключен в тюрьму за то, что вырвал дикое животное из среды своего обитания. Но власти штата пошли к нему навстречу из-за сопутствующих обстоятельств. Я рад, что Илкхорн выжил и будет жить где-то среди нас, добавляет Кори, и если вдруг я еще увижу что-то подобное, я поступлю точно так же. И многие из вас тоже, я уверен. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.